Уважаемые коллеги, мне очень приятно поместить вас в начале нашей конференции. Конечно, она крашена особой цена нашего юбилея, 150-летия Московской Монсавратории. И практически вся эта неделя будет посвящена нашему творческому общению. А в предыдущей неделе также была целиком посвящена общению, в процессе которого мы демонстрировали сегодняшнее состояние Московской Монсавратории в дополнительской сфере. Но, строго говоря, это было лишь, так сказать, эпицентное событие, а весь предыдущий сезон, он также был концертный сезон, я имею в виду, был посвящен подготовке к юбилею. Поскольку нам было очень важно дать возможность высказаться в каждой кафе, в каждом футболе, в каждом новом гулянте, поскольку у нас есть такая традиция, когда с победой возвращается наш воспитанник, он получает возможность выйти на сцену, в зал Московской Консерватории и, собственно говоря, демонстрирует свое достижение московской публики. Поэтому, широко развернув эту панораму, мы сейчас тоже находимся в ее, можно сказать, эпицентре. И весь следующий сезон также посвящен мобилею. И вот в исполнительском деле, собственно говоря, иначе не обойтись, поскольку очень много у нас радости, очень много достижений, и, конечно, каждая из них достойна особого внимания. Но вот наша сегодняшняя конференция, и то, что начинается, это тоже эпицентр. Мы точно так же, как в отношении исполнительских и депутатских школ, были очень заинтересованы показать все многоцветие научных школ на 100-х консерваторий. И поэтому, собственно, отражение этого нашего стремления, оно очевидно в целом в ряде публикаций и совсем недавних, которые, вот буквально, как говорят, хорошо ищут, как Христовы дни, вот сегодня в руках появился вот этот сборник из истории школ Московской Консерватории, где, собственно, есть некоторое обобщение тех конференций, тех конгрессов, которые проходили в последние годы здесь, в этих стенах, и которые дали замечательный научный материал. Поэтому кое-что из этого материала уже вторично публикуется, а кое-что и в первый раз. Также совсем недавно появилось у нас такое издание «Фортепиано и культуры России. История современности». Это также обобщение разных научных форумов с участием этой инициативой Московской Консерватории. И это, я держу вам как то, что появилось буквально на дне. А, прежде чем, есть очень много изданий, поскольку издательская деятельность Московской Консерватории очень ущерна, очень серьезна. И в рамках нашей инвестиции, как по-моему, это будет презентация, презентация. Инициаторы прокомментируются здесь. Ну, вот эта конференция, она также, собственно, есть некоторое прямое продолжение. Главным образом, прошла двойник. В прошлом году, примерно в это же время, у нас был конгресс Второй Конгресс, научный теорий музыки, и он также имел очень широкий разворот и тематики, и их участников. И мне очень приятно, что это становится нашей традицией. То есть, действительно, вот этот осенний урожай, научный урожай в Московской Консерватории, мы, конечно, постараемся продолжить. Ну, и сразу же, и прошу вас, и, собственно, рассчитываю на ваше понимание, что своевременное доставление материалов наших докладов ускорит выпуск того отборника, который вам всем будет приятно получить в руки и увидеть себя, как сказать, в отборожении своим коллегам, в очень интересных выступающих с нами. Я думаю, что вот ее название, Московская Консерватория в прошлом, настоящем и будущем, как уже следовательно и сказано в слоте, это очень точное представление задачи. Потому что мы действительно хотим показать наследие, в том числе и наследие, откажающееся в недавнем, в прошлом, из архивов, из источников, которые становятся нам доступны. И поэтому, действительно, вот этот взгляд назад, он вполне оправдан, он всегда является для нас одной из главных целей. И те юбилеи, которые сейчас уже, собственно, предвигаются, связанные с Николаем Яковлевичем и Состом, с Игорьевичем Шестаковичем, они определяют некоторые акценты, но каждый год эти акценты меняются, и, соответственно, у нас в этом отношении тоже все обеспечено важными событиями. Настоящее, как я уже сказал, это то, что представляет сегодня Консерватория. Вот мы также издали такой альбом, который называется «Московская Консерватория сегодня». И вот тут вы тоже, естественно, можете познакомиться с материалом, который обильно иллюстрирован и представляет собой и научную школу Московской Консерватории сегодняшней, и ее структурное консервение, где под одной крышей, что и есть наше богатство, и исполнители и композиторы, и музыкомеры. Вот это действительно большая, большая радость нашего творчества вообще. Секционная работа настолько обильна, что я ее даже не буду сейчас комментировать, поскольку это сделают мои коллеги, которые будут влезти с ней эти секции. Но хочу особенно порадоваться тому, как выглядит бинарная часть, потому что тут действительно представленные доклады чрезвычайно интересны и чрезвычайно актуальны даже в том смысле, в котором они являются отражением прошлого в настоящем. Ну, допустим, тренажный доклад, который сегодня делает Викторий Андреевич Моисеев, Московской Консерватории, и роман «Музыкально-исторический аспект августейшего патронажа». Естественно, в нашей жизни вопрос патронажей и вопрос поддержки государства – это первостепенный вопрос, и даже вот этот юбилей, он нам позволил оценить, собственно, актуальность такого рода связи, потому что тот праздник, который мы сумели провести, он на самом деле был еще и свидетельством поддержки, потому что, сами понимаете, что сама по себе консерватория, как бюджетное учреждение, вряд ли, может был на такой масштаб, но нам действительно очень многие помогли, и я их имена, так сказать, и звание уже произносил с разных сцен, не буду их повторять, но надеюсь, что это будет не только год юбилей. Когда-то Анатолий Васильевич Лунычевский очень проницательно сказал, что, в общем, шанс получить, заручиться вниманием поддержкой государства – это круглая дата. Тогда он защищал Большой театр, потому что тогда были нападки на Большой театр, и у него появилась такая статья «Зачем нам нужен Большой театр?». Вот он там-то это как раз и предрек, что если круглую дата пропустить, то потом придется ждать следующий. Но я надеюсь, что вот между вот этим интервалом 25 лет, который является, собственно говоря, официальным критерием юбилейности, но в этот 25 лет мы все с этим вниманием заручимся и постараемся его не потерять. А вот второй пленатный доклад Михаила Александровича Сапунова, он не менее актуален, потому что это называется «Армаматор Белороза» об истории и судьбе в критических нападах на Московском институте. Сия тема никогда не потеряет актуальности, поскольку каждая комиссия, которая к ним приходит, она их на свидетельство такого рода подходит, и, к сожалению, в последние годы, когда мы жили в парадигме прежнего Министерства образования, я думаю, что все, кто к такому причастию, мы имели возможность оценить, собственно говоря, глубодневность этой темы. Поэтому надо использовать тот опыт, который Консерватория уже давно ввела, защищаясь от правиткульта, от 1948 года и так далее и тому подобное. Было, прошло и, в общем, имеет некоторую резонансную ценность. Ну и далее Валентина Михайловна Холопова представит, виновный доклад, музыкологический актив Московской консерватории в мировой науке препятствий. Нам очень радостно, что вот это влияние консерватории действительно растет, что очень много наших воспитателей, прямые продолжатели школы консерватории, рассеянут по всему миру и чувствуют себя сопричастными альбоматами. Ну и помимо этого, те, кто никогда не учился, никогда не работал в Московской консерватории, все более притягивают к событиям, которые у нас происходят, и даже языковый барьер все меньше и меньше влияет на такого рода связи. Поэтому я хочу особо поблагодарить тех коллег, которые приехали на эту конференцию, которые представляют свою культуру и которые именно взглядом в ценных позиции позволяют нам самим раздражаться в том, в том есть. Ну и в связи с этим, конечно, особая благодарность Егору Даниловичу Ездикову, который, собственно, уже у нас в Моноскопе профессор постоянный, и мы его каждый год с радостью встречаем, приглашаем, и каждый год он завоевывает сердца все новых поколений студентов, поскольку они меняются, а успех не изменен. И его пленарный доклад «Парижанин в Москве. Голик сотрудничества». Это уже так было. Это неверное название моего доклада. Поправьте. А называется «60 лет воспоминаний о Московской консерватории» 1957-2017. Вот то, что Вы сказали, это почти совпадает с тем, что я хотел уточнить, поскольку как раз Ваше присутствие в Москве – это не присутствие парижанин. Это присутствие человека, ровно связанного с русской культурой и фактически преодолевающего географические границы на личном мире. Поэтому огромная радость, что мы в этой конференции вновь с нами. Вот, а дальше начинается секционное заседание, о чем я уже сказал, не буду распространяться, ибо каждый день будет наполнен замечательными событиями. Хотел бы просто обратить внимание на два таких момента. Это на начало и конец. То есть мы будем рады показать Вам и, собственно, включить в программу конференции деятельность нашего нового такого структурного произведения в Центре электропатической музыки. Это действительно недавнее новое произведение, поскольку еще сравнительно недавно, лет 20 назад у нас ничего подобного не было. Был только вот этот посыл, творческий посыл, восходящий из композитора, от композитора, поскольку Вы наверняка знаете, что история электроакустической музыки советской была прервана, так сказать, как раз таким вмешательством измерения, и первый электроакустический синтезатор аналоговой, Анс, был упрятан в подвалы в Московской консерватории. И тогда, после того, как Алексей Рыбников закончил «Еновная ось» и синтез-100 точно так же, значит, там было запрещено. Но это были вот те диалогемы, которые сегодня уже воспоминаются как истории, а пауза-то была действительно обидная, потому что на том этапе наша музыка и те композиторы, которые заинтересовались этими возможностями, были впереди, впереди и по творчеству, и по творчеству, по фенсауу, и по тем условиям, которые они писали. Та же московская троица, Шмидпи, Денисов и Байдори, она не писали геанцами, и все, так сказать, вошли в это. Но потом это все кончилось, кроме Артемира, который, на самом деле, всю жизнь посвятил именно этому, и как, так сказать, вот такая векторная линия электронной музыки ее и синфицирует. Так вот, 20 лет назад мы получили подарок. Получили подарок от Парижской консерватории, которая меняла свою аппаратуру в очередной раз, и, что называется, с барского плеча подарила нам свою электронную студию. Она была в то время для нас абсолютной фантастикой. Причем мы, на самом деле, преодолели тогда некоторые сложности в получении этого подарка, чтобы это было не так просто, таможня и все прочее. Нам, по-моему, МИД, Министерство иностранных дел и дипломатической почты, эта студия сюда была доставлена, и вот тогда, в первое время, получили возможность уже понять, что это такое. Ну, а сейчас мне очень приятно, что наши французские друзья, когда приезжают, видят нынешнюю нашу студию, говорят, да, у нас такого нет. То есть, действительно, это очень современное, очень хорошо продуманное сочетание разных технических средств, и главное, разных творческих мусоргий. Поэтому мы решили предложить вашу внимание именно стоящую в этом, в новом помещении, вот, с стороны большого зала консерватории. Там вам расскажут, как оно появилось, и с чем, и для них, если честно, тут углубляться. А это вот первое, так сказать, некоторое инновации. Ну, а второе, мы, как вы заметили, перебинули фуршет с конца на начало, вот, не для того, чтобы только лишь создать настроение, но понимаем, что не все смогут так долго находиться в Москве, а просятся пообщаться всем вместе. Таким образом, в конце сегодняшнего дня мы вас приглашаем в неформальное общение. Ну, а сейчас я вам желаю успеха, хорошего настроения и проведения творческим общением каждого дня этой конференции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.